МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Саят Балмакаев. Началь выпуска – коротко о главном. 98 миллиардов тенге необходимо на реконструкцию канализационных сетей Караганды. Коммунальщики обратились за поддержкой к бизнесменам. Систематизация и сохранение исторического наследия кочевого народа. Такова главная цель проекта «Семь грани великой степи». В Карагандийском государственном университете прошел форум историков. Курсанты, офицеры полиции и спортсмены пробежали по центральному парку города. В Караганде состоялся массовый легкоатлетический забег, посвященный 50-летию Академии МВД имени Бесенова. 98 миллиардов тенге необходимо на реконструкцию канализационных сетей Караганды. Предприятие Караганды-Су не в состоянии провести полную замену. Коммунальщики обратились за поддержкой к бизнесменам. Караганды-Су у нас получают в программе Нур-Ижер постоянно дешевые миллиардные кредиты. Единственные из тех, кто занимается водоотведением в нашей области. Тем не менее, у нас самая плохая канализация в области. Этот вопрос карагандинских предпринимателей волнует неспроста. Коммунальный услугодатель устанавливает уж очень высокие тарифы на водоотведение для юридических лиц. Такое заявление сделали карагандинские предприниматели на заседании комитета строительства при региональном совете палаты предпринимателей. Обвинение брошено. От имени предприятия на заседании комитета присутствовал начальник службы водоснабжения. Он заявил, что канализационная система в областном центре настолько изношена, что существующий тариф не позволяет провести полную реконструкцию. Этот тариф, который есть для восстановления системы водоотведения в городе Гранди, абсолютно малый. И он не решит эту проблему. А что касается тарифов, во-первых, да, с середины 2016 года эти тарифы действуют. Так вот, нам дали, господа, тарифы не на повышение закупок, хотя она низкая, не на закуп техники, а взамен только на ремонт сетей. Так вот, по тем тарифам, по смете затрат, на совокупно на 5 лет, это составляет 7,8 миллиарда вместе с НДС. За это время нам в государство по разным подкредитам, естественно, это кредит и бюджетикам, дали более 12 миллиардов. Казалось бы, да, прилично, это на вашу причину. Но один только проверит его стоимость. 4,5 миллиарда – это вот по 10-му коллектору. И другие. Нам взять тот же главный коллектор, то, что мы сделали, 2,2 миллиарда. То есть этих денег явно недостаточно. Николай Сеньковский дал неутешительные прогнозы и в отношении ветхой ливневой канализации. Изношенность водопроводных труб и коллекторов в Караганде составляет 85%. Полная реконструкция обойдется в 98 миллиардов тенге. Таких денег нет ни у властей, ни у коммунальщиков. Возможно, предприниматели помогут. Ну, для приведения в соответствие канализационной системы тут, с одной стороны, конечно, нужны определенные инвестиции. Государство привлеченные инвестиции вносит, но, по мнению услугодателя, этого недостаточно. Может быть, будет стоять вопрос о повышении инвестиционно-составляющих тарифов. Было принято на глазах решение, что при Атамикене будет создана рабочая группа, которая будет рассматривать возможности, как бизнес может, как говорится, сотрудничать с Карагандасу и различные формы государства, частные партнеры, что оказать содействие в решении вопроса ливневой канализации и косбитовой канализации. Последние несколько лет в Караганде происходят обвалы грунтов, коллекторы из-за ветхого состояния труб. Самое крупное обрушение грунта было в 2016 году, когда в центре города под асфальт провалился автотранспорт. Для решения проблем будет создана рабочая группа, которая займется исследованием канализационных сетей. Андрей Тен, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Депутат Сената парламента Рыскали Абдикеров провел встречу с преподавателями и студентами Карагандинского колледжа технологии и сервиса. Главной темой встречи стали инициативы, выдвинутые главой государства на последнем съезде партии Нур-Утан. В центре внимания были вопросы, связанные с повышением уровня социальной защиты многозетных семей, обеспечением их жильем и помощью малообеспеченным гражданам. Депутат Сената Рыскали Абдикеров ответил на вопросы преподавателей и учащихся. В частности, он обратил внимание педагогов на то, что заработная плата работников в бюджетной сфере будет повышена на 30%. По словам сенатора, меры по улучшению благосостояния позволят значительно улучшить положение значительной части населения страны. Как вы знаете, на недавнем съезде партии Нур-Утан глава государства выдвинул ряд инициатив в целях улучшения качества жизни народа. Согласно этому, мы выезжаем в разные регионы и разъясняем людям то, как должны осуществляться поставленные задачи. Главная цель – это, конечно же, решить проблему с жильем, повысить доход малоимущих и многодетных семей. Многие уже слышали, что в многодетных семьях каждый ребенок будет получать по 20 тысяч тенге. По поводу этого у многих возникают вопросы. Наша задача – подробно разъяснить это народу, в частности, многодетным и одиноким матерям. В ходе посещения учебного заведения сенатор ознакомился со специальностями, по которым готовит будущих специалистов, посетил учебные аудитории. Депутату рассказали об успехах учащихся и их планах на будущее. Среди достижений, которым гордится колледж, победа студентов на республиканских и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. Сенатора также проинформировали о работе в студенческой школе экономики и бизнеса. Благодаря тому, что учебный процесс по востребованным специальностям отвечает высоким требованиям сегодняшнего дня, обеспечен высокий уровень трудоустройства в бусняков. Систематизация и сохранение исторического наследия кочевого народа – такова главная цель проекта «Семь граней Великой степи». В Харагандинском государственном университете состоялся форум историков, в котором приняли участие авторитетные ученые, а также более 200 преподавателей исторической науки. Среди археологических памятников Центрального Казахстана в значительном количестве сохранились памятники древнего горного дела и металлургии, относящиеся к эпохе бронзы. Они сохранились до наших дней чаще всего в виде выработок на медь, олово, свинец и другие металлы, и реже в виде медиплавильного комплекса, встречающихся в долговременных поселениях. Достижения исторической науки Казахстана наглядно демонстрируют экспонаты, изготовленные руками карагандинских школьников. Это не только трехмерные модели, но и интерактивные приложения. Автор одного из них – Тимиржан Нургасыр, ученик школы-интерната имени Нурмакова. С помощью его проекта можно ознакомиться с поселениями на Великом Шелковом пути. Этот макет отображает поселения, расположенные на территории Казахстана на Великом Шелковом пути. Это Сыгана, Котрар и многие другие. Мы используем специальные программные обеспечения для разработки новой технологии. Этот проект предназначен для школьников и студентов, чтобы эффективнее проводить уроки. Многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества, было в свое время изобретено в наших краях. Это и всадническая культура, и древняя металлургия, и многое другое. Задача современности – систематизировать и сохранить историческую память. Таков главный посыл проекта «Семь грани великой степи». Привезли студенты макеты разных памятников истории и культуры Казахстана, сакральных мест. Значит, у нас есть поколение, готовое продолжить дело отцов, прадедов. Мы должны вот этот потенциал сохранить и дальше развивать. Я думаю, что карагандинцы, я имею в виду руководитель области, системы образования, нашли очень эффективный метод, способ реализации идей и положений, выраженных в статье «Семь грани великой степи». Все эти вопросы сегодня требуют серьезного осмысления. Они касаются фундаментальных основ мировоззрения казахстанцев, прошлого, настоящего и будущего народа. В связи с этим в своей статье «Семь грани великой степи» глава государства поставил вопрос о необходимости модернизации исторического сознания казахстанского общества. «Действительно, сегодня мы говорим, очень придается большое значение именно мировоззрению современного человека. Поэтому глава государства, вот как я сейчас цитировал великих ученых, он говорит, что самое главное – это человеческий капитал. Вот на сегодня в конкурентной борьбе выигрывает то общество, которое сформировало вот такой человеческий капитал». В ходе форума выступили приглашенные гости, авторитетные представители исторической науки Казахстана. Они отметили, что все эти новые компоненты общенациональной программы «Рухани Жангару» позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации. В Караганде состоялся областной фестиваль-конкурс юных музыкантов. Около двухсот участников со всей области соседались в двух номинациях – сольное исполнение и выступление ансамблей. Победителей ждет республиканский этап. Фестиваль-конкурс прошел в областной музыкальной школе-интернате для одаренных детей. Участниками стали победители районных и городских этапов. Это те ребята, которые уже на протяжении нескольких лет показывают достойный результат. Дельнурка Харман Кызы играет на Домбре с 7 лет. Она приехала из Асакаровского района. Внимание у слушателей Дельнур подготовила музыкальные композиции «Солхан Кыз Киленщик» и «Светит месяц». Меня переполняют необыкновенные чувства, когда я играю на Домбре. Я рада, что сегодня участвую в данном конкурсе. Конечно же, очень хочу победить, тем самым оправдать надежды родителей и своего наставника. Всем также желаю удачи. Безусловно, проведение подобных конкурсов содействует воспитанию эстетических и патриотических чувств юных музыкантов, а также личностному интересу к традициям мировой и отечественной музыкальной культуры. Организаторы отмечают, что данный конкурс является своеобразным трамплином для детей, которые своим талантом могут пробиться и показать хороший результат уже на уровне республики. Цель данного конкурса является именно популяризация музыкального движения, развитие и поддержка талантливой молодежи. В своем выступлении на открытии на форуме молодежи, посвященном открытию Года молодежи, президент республики Асан отмечал, что именно поддержка талантливой молодежной, разносторонне развитой молодежи является приоритетом государственной молодежной политики. И сегодня, поддерживая данную инициативу, проходит на базе данной школы, проходит данный конкурс. Стоит отметить, данный фестиваль любителей искусства проводится уже в 52-й раз. Республиканский этап пройдет в Алматы с 25 по 29 марта. Глава государства Нурсултан Назарбаев большое значение уделяет улучшению качества жизни населения. Не случайно его последнее послание народу Казахстана полностью посвящено решению социальных проблем. Об этом говорили в областной универсальной научной библиотеке, где состоялось обсуждение послания президента. В настоящее время в казахстанском обществе идет активное обсуждение нового послания президента. Областная универсальная библиотека оказывает информационную поддержку в пропаганде основных идей этого документа. За круглым столом состоялось обсуждение нового послания, получившего название «Росблагосостояние казахстанцев, повышение доходов и качество жизни». Последнее послание президента социально ориентировано. Оно затрагивает бытовые проблемы каждого гражданина. Само название послания «Росблагосостояние казахстанцев» не оставляет равнодушными. И поэтому сегодня будут обсуждаться широкий круг вопросов и повышение заработной платы, улучшение качества жизни казахстанцев, ну и, конечно же, социальное развитие страны. В мероприятии принимали участие посетители библиотеки, сотрудники учреждений культуры, а также студенты колледжей города. В рамках мероприятия планируется проведение лекций известных деятелей культуры и науки Казахстана, экскурсия в областной кровеческий музей, дискуссионные площадки и пленарные совещания. И вновь на родной сцене спустя 14 лет. Выпускники областной музыкальной школы для одаренных детей организовали концерт в честь юбилея родного города. Концертная программа называлась «Музыкальные приношения Караганде». Динара Колбаева окончила Карагандинскую музыкальную школу в 2005 году. Затем поступила в Университет искусств в Астане. В настоящее время Динара работает в этом же университете преподавателем фортепиано. Музыкант призналась, что очень волнительно через столько лет выступать перед своими первыми учителями. А на вопрос, есть ли какие-нибудь ритуалы для того, чтобы хорошо выступить, она отвечает, что достаточно получать удовольствие от своей работы. Мы приехали с Астаны в любимый наш город с концертом. Посвящаем его нашему городу, которому в этом году юбилей, и любимой школе, в которой мы получили отличное образование. Любимым нашим педагогам посвящаем. В концертной программе прозвучали произведения французских композиторов, а также произведения, которые еще не столь распространены в музыкальной среде Казахстана. Впускники довольны тем, что они сумели собраться и вновь выступить на одной сцене. Интересен тот факт, что на самом деле, будучи каждый на своей работе, мы не так часто встречаемся. А здесь такой повод – это юбилей нашего города. И мы решили, что такое событие нельзя обойти стороной, и нужно объединить именно свой творческий тандем и выступить именно в таком составе. Курсанты, офицеры полиции и спортсмены пробежали по центральному парку города. В Караганде состоялся массовый легкоатлетический забег, посвященный 50-летию Академии МВД имени Бесенова. Карагандинская Академия МВД имени Бесенова была образована в 1969 году на базе Алматинского очно-заочного факультета Московской высшей школы милиции МВД СССР. За историю существования ВУЗа было подготовлено свыше 15 тысяч высококвалифицированных специалистов, успешно работающих во всех подразделениях и службах органов внутренних дел. Именно забег, именно марафонский забег, легкая пробежка, которую мы сегодня сделали, позволяет показать, насколько сотрудники, наши курсанты готовы защищать нашу Родину, готовы обеспечивать безопасность нашей страны в мирное время. Это курсанты, будущие сотрудники, действующие сотрудники органов внутренних дел. Подготовка у нас идет, следственная подготовка, будущие следователи, это будущие все руководители. И мы сейчас уже в сценах учебного заведения должны прививать им любовь в первую очередь к спорту, к развитию физическому, духовному, моральному развитию, призывать здоровый образ жизни. Легкоатлетический забег прошел вокруг Большого озера. Дистанция чуть больше километра. Вместе с курсантами и преподавателями Академии МВД приняли участие воспитанники спортивных школ во главе с руководителем областного управления физической культуры и спорта Дмитрием Карповым. А после забега состоялся небольшой концерт, подготовленный силами курсантов Академии. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49. Телеканал Первый, Карагандинский. Будьте с нами и узнаете новости первыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова